С апреля текущего года контрактники региона, которые поступают на службу в зоне СВО, начали получать большую единовременную областную выплату по сравнению с тем, что было раньше. Решение принял глава региона, а затем его поддержал областной парламент. Эти выплаты в размере 100 тысяч рублей единовременно распространяются на всех контрактников, вне зависимости от того именной батальона, это или просто контракт на прохождение военной службы, не менее чем на 6 месяцев. При этом хочу обратить внимание, что и для жителей Тамбовской области, кто принял решение служить по контракту, и для граждан, прибывших на территорию Тамбовской области, важно, чтобы контракт был заключен через пункт отбора на военную службу по контракту Тамбовской области. Сумму получат и добровольцы, которые ушли на фронт с территории области. При этом меры поддержки распространяются на тех, кто заключил контракт только с 24 февраля 2022 года, то есть с начала спецоперации. Также на контрактников будет рассчитан целый ряд мер поддержки другого характера. Бесплатная психологическая, юридическая помощь, социальные услуги в стационарной форме, я об этом говорила, освобождение от уплат транспортного налога, родительская плата, стоимость обучения за платные услуги, горячее питание детям, это вся абсолютно симметричная история. Для мобилизованных в регионе положена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. В случае ранений как контрактника, так и мобилизованного область выплатит полмиллиона, а в случае гибели – миллион рублей. Ветераны боевых действий и члены их семьи могут бесплатно получить землю, имеют право на 50-процентную скидку при проезде на общественном транспорте и единовременную компенсацию по газификации жилья. Ну а в ближайшем будущем поддержка такой категории граждан выйдет на новый уровень. 30 мая на базе социального МФЦ, который стоит за моей спиной, откроется региональное подразделение Федерального фонда защитники Отечества. Он будет заниматься поддержкой участников СВО, ветеранов и тех, кто воюет сейчас. Ну а спустя несколько месяцев он получит свое отдельное помещение на базарной 104. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.